Здравствуйте! Вы смотрите «Главное время местное». О новых условиях для развития бизнеса в Зверево, молодежном форуме в Миллерово и юбилейного шахтинского профтехучилища расскажем через несколько секунд. Новые условия для развития бизнеса, вопросы снижения бюрократических препятствий и повышения привлекательности Зверева для инвесторов обсуждали недавно власти города, предприниматели и эксперты Агентства стратегических инициатив Ростовской области. О новых пилотных проектах узнала телекомпания «Маяк». Члены экспертной группы ОСИ представили зверевским бизнесменам информацию о стандарте деятельности органов исполнительной власти по обеспечению инвест-климата и о внедрении на территорию Донского региона двух пилотных проектов дорожных карт. Мы должны вдвое сократить в течение ближайших полугода сроки подключения к элементам инфраструктуры любого инвест-проекта, независимо, это маленький магазин или это крупное предприятие, и значительно упростить, удешевить эти процедуры и значительно сократить сроки разрешительных документов. Активное вовлечение представителей бизнеса в инвест-процессы – результат нового витка в инвестиционном развитии региона, основанного на прямом диалоге власти, инвестора и предпринимателя. Когда предприниматель говорит то, что думает, находится возможность решить его проблему. Когда он молчит, его проблема решена быть не может. Не будет бюджета, пока не будет налогов и не будет рабочих мест. А бюджет и налоги, налоги и рабочие места создают предприниматель. Более двух часов участники круглого стола слушали, спрашивали, отвечали и разъясняли. Ведь светлое будущее города напрямую зависит от того, насколько активно муниципальное образование включится в работу по созданию максимально благоприятных условий для ведения бизнеса и по привлечению инвесторов, локомотивов инновационного развития городской экономики. Зверево, находясь в зависимости от определенных отраслей, получил более глубокий провал. Но я считаю, что чем ниже находится какой-то по уровню развития, тем легче ему стартовать. При правильном подходе нужно и, возможно, кардинально изменить ситуацию. Заинтересованность прямая, и я готов работать с каждым инвестором персонально, с той целью, чтобы в городе появились новые производства. Итоговый форум в рамках акции «За здоровый образ жизни» прошел в Милеровском районе. Самые активные участники акции «Подари себе счастливую жизнь» были отмечены призами и дипломами. Наши коллеги из Милеровской телекомпании тоже приняли участие в форуме. Молодежные форумы, пропагандирующие здоровый образ жизни, в нашем городе и районе стали традиционными. Очередной, проходившей под названием «Подари себе счастливую жизнь», стал демонстрацией успехов творческих коллективов, агитбригад и спортивных достижений. Яркой, талантливой, целеустремленной назвал милеровскую молодежь глава муниципального образования Владимир Кашкалепов. Сегодня создаются дополнительные творческие кружки. Мы сегодня расширяем сеть различных секций спортивных. И я вам могу сказать вот так, наша милерская молодежь очень и очень талантлива. Итоговому мероприятию предшествовал месяц активной работы по пропаганде здорового образа жизни со стороны служб районной администрации управления образования, учреждений культуры, тех, кто развивает творческие способности молодежи и воспитывает юных спортсменов. В ходе форума был награжден огромный отряд самых достойных и самых талантливых. Награждается школа номер 8. Девоксевская школа. Недорческая школа. Благодарственные письма и подарки также были вручены благочинному приходу Миллеровского округа Семену Есину, врачу-наркологу Ирине Дорошенко. В ходе акции «Подари себе счастливую жизнь» активно выступали агитбригады. Лучшие из них не остались без поощрения. В числе тех, кто награждал победителей, была и наша телекомпания. Мы увидели массу замечательных выступлений агитбригад. И сегодня наш коллектив в лице главного редактора хотели бы отметить прекрасное выступление, яркое, тематическое Волошинской школы. Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Будьте здоровы, всегда активны и талантливы. Удачи вам! Тему борьбы с пагубными привычками школьники отразили в своих сочинениях. Лучшие работы отметил заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Вячеслав Ветхалов. Тепло аплодировал зал учащимся детско-юношеской спортивной школы. Спортсмены самого разного возраста, на груди которых сверкали победные медали, были горды своими достижениями. Ну а на сцене они продемонстрировали основные навыки, которые нередко отрабатывают на тренировках. Форум лился не один час. Молодежь, присутствующая в зале, тепло поддерживала своих сверстников. Повсюду ощущался дух единения и дружбы, которая способна преодолеть любые преграды. Одно из старейших профтехучилищ города Новошахтинска отметило свой 80-й день рождения. Учащиеся ПУ-58 – это отличные механики, сварщики, штукатуры и повара, которые отличаются научным подходом к делу, качеством и вкусом своей работы, поэтому ценятся работодателями. На праздники побывали наши коллеги из Несвятая. В свой 80-й день рождения профессиональное училище номер 58 отмечали в Новошахтинском драматическом театре. Встречали дорогих гостей в фойе, где были представлены творческие работы учащихся и преподавателей учебного заведения. Начальник отдела областного министерства общего и профессионального образования Андрей Сухенко пришел не просто так, а по поводу. Таким учреждением можно только гордиться. Учреждение будет жить, оно будет развиваться, а там может быть и 90 лет, и 100 лет, и более. Но это уже будет зависеть во многом от вас, горожане. По сценарию праздника с помощью машины времени все присутствовавшие на торжестве отправились в далекий 33-й год, в день основания училища, и узнали, что за 80 лет учебное заведение преодолело огромный путь, богатый на события. Более 26 тысяч специалистов трудятся во всех уголках России. Море цветов, подарков, поздравлений и пожеланий адресовали юбиляру и в его лице директору Наталье Шороховой. Гости – руководители учреждений и предприятий города, социальные партнеры училища. Надежда Дерюгина сотрудничает с учебным заведением около 10 лет. Надежда Соломоновна подарила вазу, исполняющую желание. Достойно всем зарплаты, достойно раскипендию, доброты, желаний всех исполнения. И так как я являюсь вашим социальным партнером, уже на следующий год будет 10 лет. Поэтому я обучу всех, всех обогрею, как мать. Откровением для всех стала первая профессия благочинного приходов Новошахтинского округа Романа Амплеева. Я весь соткан из 58-го училища, скажем так. И первая моя профессия – электрогазосварщик третьего разряда. Папа – мой строитель. А я подсобником носил кирпич, помогал делать добрые дела и созидал дома. Мама моя – повар. И поверьте мне, я, если что, могу сдать свой фирменный рецепт по поводу яичица с поджаркой. На сегодняшний день училище номер 58 обладает хорошей материально-технической базой и добрым именем. Налажено сотрудничество с работодателями, центром занятости населения и другими структурами. Юноши и девушки выбирают профессии, востребованные на рынке труда. Автомеханик, повар-кондитер, электрогазосварщик, маляр-штукатур. Директор училища Наталья Шорохова поблагодарила руководство города и области, деловых партнеров за понимание, поддержку и неравнодушие к проблемам учебного заведения. И мы очень гордимся своей славной историей, гордимся своими выпускниками. И я пользуюсь случаем, хочу поздравить своих коллег и, может быть, даже тех, которые уже не работают в стенах нашего учебного заведения. Мы всегда вас помним, ждем вас всех с праздником. Сегодня и сейчас педагогический коллектив делает то, что через несколько десятков лет назовут историей. Пусть же эта история будет доброй, позитивной и наполненной событиями. Счастья вам, трудолюбия, творческой неуспокойности, профессионального роста и взаимопонимания. Это были главные новости из удаленных уголков Ростовской области. Программа вела Таисия Киргеева. Я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова